видео урок рисуем закат гуашью подробный список материалов ищите под этим видео для начала большой кистью возьмем желтый цвет и ниже середины листа начнем закрывать поверхность крупными мазками это место где у нас вот самое яркое свечение от солнца далее берем оранжевый цвет и такими же крупными мазками начнем закрывать вокруг желтого пятна делать плавную растяжку то есть от солнышка у нас постепенно небо будет темнеть далее кисть моем вытираем и чуть влажной чистой кистью делаем плавную растушевку от желтого к оранжевому цвету теперь берем красный цвет и закрываем поверхность вокруг оранжевого пятна также крупными мазками опять же чистой влажной кисточкой начинаем размывать переход от оранжевого к красному цвету если у вас нет готового оранжевого цвета вы можете его смешать с помощью желтого и красного оттенка кисточку периодически мойте чтобы получились плавные переходы теперь берем фиолетовый цвет и закрываем вокруг красного пятна точно так же крупными мазками и опять же чистой влажной кисточкой начинаем делать плавный переход между красным и фиолетовым цветом периодически кисточку мойте вытирайте чтобы она была чуть влажная обязательно чистая чтобы переходы получились еще мягче периодически добавляйте немножко красного цвета остается закрыть верх листа делаем это с помощью темно-синей гуаши закрываем полностью верхушку и еще черным цветом темно-синий оттенок затемним опять же чистой влажной кисточкой делаем плавный переход растушевывая фиолетовый с синим теперь берем среднюю кисть смешиваем оранжевый цвет с бельями теперь этим цветом начинаем намечать облака легкими мазочками начинаем размечать форму облаков мазочки делайте легкие напоминают они перышки либо перевернутую вытянутую буковку С прерывистыми мазочками постепенно цвет обновляйте чтобы мазки получались плотными яркими добавляйте в кулаш меньше воды для того чтобы красочный слой хорошо перекрывался мазками в верхней части листа сначала размечаем облака форму делаем произвольную немножко вытянутую прерывистую спускаемся ниже и постепенно добавляем все больше и больше облаков в верхней части листа Теперь делаем цвет светлее, добавляем больше белой. Опять же, хорошенько все размешиваем, делаем красочный слой плотный. Снизу облаков, которые ближе к желтому цвету, добавляем этот светлый оттеночек, как бы отблеск от солнышка будущего, которое мы еще не добавили. Точно так же мелкими мазочками. Добавляем не на все облака, а только те, которые ближе к желтому цвету. Теперь предыдущий оттенок темнее, добавляем больше красный. Делаем цвет темнее и краснее и продолжаем добавлять облака. Эти облака уже у нас появляются на светлых участках неба, на оранжевом и на желтом. Мазочки делаем точно такие же. Опять же, отмечаем облака произвольной формы. Облака у нас меняются каждую секунду, поэтому форма облака бывает различная. Не делайте их одинаковыми, делайте максимально разными. И местами по всему небу еще немножко раскидаем таких облаков. Некоторые облака сверху этим цветом затемним. Далее добавим цвет больше красный, немножко фиолетовый. Сделаем цвет еще темнее. И уже начнем отмечать облака ниже солнышка. То есть на нижней оранжевой полосе будут располагаться теневые облака. Делаем их более объемными, но точно такими же мазочками. Отмечаем их разную форму. Старайтесь, чтобы все объемы были максимально разными. Добавляем цвет больше фиолетовый, делаем его темнее и отмечаем теневые участки на нижних облаках. Далее наоборот делаем цвет светлее, в красный немножко добавим этого оттенка. И отметим светлые участки на облаках. Опять же, светлые участки у нас ближе к желтому пятну, к его центру. Так как там у нас будет находиться солнышко. Теперь берем тонкую кисточку, смешиваем белило с желтой. И светло-желтым оттенком отмечаем солнышко по центру желтого пятна. Делаем небольшой кружочек аккуратный. Это солнечный диск. Вокруг него отмечаем облака, которые находятся ближе всего к солнышку, а не самые светлые. И также этим оттенком некоторые облака снизу, ближе к солнышку высветлим, как бы добавляя отблеск от солнца. Также и на нижние облака добавим небольшие блики от солнышка. Добавив отблески, берем белый цвет и окончательные блики на облака вокруг солнца добавляем открытым белым цветом. Точно так же аккуратно тонкой кисточкой и можно немножечко еще маленьких облаков добавить вокруг солнца. Далее тонкой кистью смешиваем темно-синюю с черной. Темным таким цветом внизу листа добавляем травинки. У нас будет виднеться небольшой колмик, который зарос травой. Травинки делаем длинными мазочками. Обязательно травинки спутывайте. Не делайте аккуратную ровную траву, так как ее никто не расчесывает. Движение ветра покажем в траве, поэтому травинки спутывайте между собой. В центре делайте травинки выше, по бокам ниже. Отмечаем таким образом холмик. Низ травы затемняем открытым черным цветом. Это мы делаем для того, чтобы подчеркнуть контраст и показать пространство в нашей работе. Поэтому открытым черным цветом, низ травинок закрываем, показываем, что холмик перед нами очень-очень темный. Также немножечко сильнее затемним верхушку листа черным цветом большой кистью. Границу между черным и синим размоем. Вернемся к светлому цвету, бело-желтому. И этим цветом, тонкой кистью, добавим блики на травинке. Также подчеркнем отблески от солнца. И на этом все. Рисунок готов. Большое спасибо за внимание. Если вам понравился данный урок, то обязательно поставьте палец вверх и расскажите о нем друзьям. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арт. Пока-пока!